Говорите не ругаться, ни разу, чтобы не изругались. Не, я на этом ругаться не буду, упаси Господь. Матершинные слова, чтобы здесь не появились. Хорошо, конечно. Мы пришли к вам с великой радостной вестью. Мы узнаем, что 2000 лет назад на землю сходил Сын Божий Иисус Христос, воплотившийся от Девы Марии Духа Святого. И Он умер за нас, за наши грехи, за наши конкретно. И воскрес для нашего оправдания, что мы жили для Бога, не для рулетки блудной. Нет, это все понятно. Смотрите, я могу вам сказать, что я был в храме Матроны Московской. Знаете такое, наверное, святую? Ну, если вы православный. Ну, что дальше говорите, что вы хотите сказать? Нет, я хочу про то сказать, что это, как называется, блин... Ну, богатые попы, а вы бедные. И вы завидуете. Я не помп. Я вообще не помп. Нет, я говорю, вы не помп. Попам завидуете, патриарху, я знаю, о чем говорят. У него яхты и то, другое. Я вообще никому не завидую. Мне вообще что? Мне вообще фиолетово. Я просто... Знаете, честно, я хочу избавиться от алкоголизма. Вот чего? И не избавиться никогда, вы просто приговоренный уже. Думаете? Да не думать не надо. Делающий грех, есть раб греха. Пьяниц и царствие Божие не наследуют, Писание говорит. Первое послание Коринфянам, пятая глава. Мне думать не надо. Это все так и есть. А как? Если сын вас освободит, молиться будешь, свободны будете. Я знал наркоманов, пьяниц, которые уверовали в Бога. Это прекрасные люди. Какие таланты открылись в них. А вы себя изрисовали. У вас даже бумаги не было. Вы бедный человек. Рисуют на бумаге, но не на теле. Библия запрещает это делать. Мы, наше тело, Библия названа Богом. Вы мой храм, я вас создал. Зачем ты себя корежишь? Подойди к картине Рембрандта, Рафаэля, Репина. Ты можешь там что-то подправить? Нет. А это Бог сотворил. Ты должен быть с бородой. Власть твоя над женщиной. А вы подкаблучники несчастные. Вами юбки здесь закрутили мозги. Половина мужиков голая. Да нет, ну почему? Ну вы зря, кстати, так говорите. Зря. Ты не знаешь, с кем разговариваешь еще. У меня все слои населения были под опекой. Я начальник детского лагеря, основанного мной. 48 лет. Мы строим с нуля православную деревню. Я за слово Божие отсидел пять тюрем и лагерь. Я знаю сотрудничество с тюрьмой, помогаю заключенным. В пяти университетах веду занятия, знаю студентов. То есть все слои населения мне известны. И скажу, что где Бога нет, там мрак, там заблуждение, там грех, там сатана. То, что я себя, как вы говорите, изрисовал, я еще и не изрисовал. Я на самом деле, ну, это художественная татуировка, в этом ничего такого плохого нет. И на самом деле много чего я делал, много чего я делал, это соответствующее, ну, так сказать, моей части жизни. Да вы говорите, даже не знаете, что в Библии написано, не делай на себе нарезов и на колок, не делай. Тебе не надо хорошее, плохое, не делай. Вы можете говорить, что да я еду куда-то торопитесь, вы на красный свет едете, вас сразу остановят и долой ваши права. Красный свет. Серьезно, а вот давайте вот так вот, ну, сейчас не будем друг друга перебивать, я как бы, вот, ну, стараюсь с вами в таком очень... Так, вы запомните одно, мы не религию проповедуем, а Христе познакомить. Не, я просто хочу сказать, что это, как называется, я не вижу ничего плохого в татуировке. Татуировка – это всего лишь навсего, это искусство. Я вам сказал, я не опровергаю, делайте, что хотите. Вы будете, как жрецы Валовы, колоть себя, что угодно, там написано это всё. Я верующий, я строго исполнять должен, в точности. Иисуса Новина, 1 глава, 8 стих. А у вас нет никаких преград. Вы что думаете? Думал выпить, отравил, тебе мозги надо, чтобы шататься. Сделай операцию, чтобы мозжечок подрезали, и всё время шататься будешь. Зачем тебе водку-то гробить? У тебя больное сердце, печень отравленная. Почему? Пустота в жизни. Вы хотите залезть, спрятаться и юродивым прикинуться. Мне 81-й год, и мне не стыдно жить. Дай Бог вам здоровья. Да Бог даёт. В 81-й год, пять тюрем запрещаем, и я ещё ни одной таблетки не съел. И всю жизнь работаю на стройке. И выработка всегда 280-300%. Каменщик, печник, плотник, бетонщик. А вы с нами откуда будете, если не секрет? С кухни. Откуда? Не, я имею в виду город-то какой. Так вы ниоткуда спросите, где я нахожусь. Ну, где вы нахожусь? Вам это ничего не даст, а я вам отвечаю. Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. 81-й год мне. Довольно этого? Ну, да. Ну, да. А я вас и не спрашиваю, где вы, потому что везде пьяницы. Я с вами абсолютно согласен, что очень много наркоманов, пьяниц, но я могу сказать одно, что я с наркотиками завязал. Понятно. Недавно статья была, я сотрудничаю с тюрьмой, помогаю узникам бесплатно. И вот она спрашивает, скажите, а кто самый такой, подождите, преступник? Ну, ей сказали, встречу устроили. Она говорит, это вы убили отца и мать? Он говорит, я. Вы самый, наверное, плохой. Он говорит, нет. Вот тут есть один еще сидит, один говорит, у него погоняло, говорит, такое называется шлихтер. Так у него, говорит, убил детей. Детей убил малых-то. И она добилась встреча с ним. Сама говорит, да нет, не я, там вот такой. То есть вы точно так же. В немецком языке, говорит, их берешайся, а то бесшульдих. Я говорю, что это у вас написано? Это он не знает, а надел кофту. А оно написано так, и такая рука, и написано, я говно, а виноват ты. А и написали на кофте, и продают. А он надел ее, распуфыренный-то, дурень-то, пьяница-то, и не знает, что написано. Я вам одно могу только сказать, что, знаете, вы абсолютно очень правильную идею толкаете. Абсолютно правильную, абсолютно, абсолютно правильную идею. Я единственное только с вами, знаете, ну, да нет, я во всем с вами согласен. Вас как звать? Ну, татуровки, но я уже их сделал. Как вас звать? Валентин. Валентин. Валентин означает сильный. В переводе это с латинского языка, запомни. Сильный. С греческого. Знаешь как? Я говорю с латинского. Сильный. И вот чтобы быть сильным, ты должен быть с Богом. Сходи в храм, наисповедь к священнику. Я уже ходил и хожу не первый раз, и периодически я уже впоследствии. Я, знаете, я могу сказать, что до определенного момента, вот мне сейчас уже 33 года, я не ходил лет, наверное, 25. Вот я сейчас периодически хожу, у меня здесь, вот рядом с домом, в Москве, у меня есть часовинка, Ксении Петербургской строит храм. Вот, я туда хожу, нет, да нет, короче, я хожу, я все говорю, что как есть. Что вот я, ну, я честно, у меня есть предстрастие, я люблю бухнуть. Ну, серьезно, ну, вот. Ну, ладно, это не надо мне ваши исповеди, пустое все, ты считай священное писание, объяви пост, не пей и не ешь неделю. Да, ну, знаете, в общем, я вам все сказал, а вы там сами думайте. Да нет, еще это, мы расстаемся навсегда. Вы не нуждаетесь в истине, вы ни разу не спросили теперь, что делать. Вы могли бы спросить, я бы сказал, зайдите на наши ресурсы, там ответ на все вопросы. У меня вот YouTube-канал здесь, 17 800 роликов. Срочно, срочно, переключаем. Великую радость. Ты зарабатываешь за этим? Господь говорит о том, что Он принял наши грехи и умер за нас. Ты зарабатываешь этим, да, честно скажи? Не зарабатываю, ни копейки нигде не зарабатываю, не умирайте от этого. Мы пришли по любви к вам, что вы несчастные люди, не знаете, для чего живете, с чем закончится ваша жизнь. Деда, дяденька, взрослый человек. Так, сейчас ругаться будешь, материться, да? Не, 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 не капли, нет. Ну, как нет, сейчас о нем говорил. Я хочу вас послушать. Говорил, не буду, а тут же заматерился. Извините, я хочу задать вопросики, типа. А вы совершенно трезвый, не с похмелья? Не, 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 трезвый. Ну, какое-то поведение ваше такое вертлявое. Ну, давай, говори. Вот, слушайте, вы из-за Бога, да? Ну, полностью. Мы проповедники. То есть, вы считаете, что Бог сто процентов существует, да? Ну, говорите, что хотите сказать-то. Я начинаю говорить, вы перебиваете. Я молчу, и вы молчите. Я вот сейчас говорю, вы слышите меня? Я слышу, говорите. Вот я хотел бы услышать у вас, от вас, ну, вы взрослый, вроде, человек, да? Не вроде, а взрослый человек, даже более, чем взрослый. И вот интересно знать вот мнение ваше, типа, ну, как бы, Бог реально существует? Что Бог-то? Непонятно. Что о Боге узнать хотите? Бог существует? Ну, а если бы Он не существовал, не было бы Земли и Солнца, и нас с вами не было. Откуда бы мы взялись-то? Так это же галактики, вы знаете, я, ну, как бы, сейчас космос, это галактики. Из космоса, из галактики? Это не зависит от Бога. Ну, это надо быть уже совершенно никаким. Я просто слишком знаю. Философ Монтень говорит так. Так, отрицать Бога у гроба близкого человека и под звёздным небом может только явный преступник или явный идиот. Выбор небольшой. Это идёт всё, значит, против того, чтобы лишь бы люди не думали, что Бога не существует. Это пропаганда получается. Попробуйся, это вы найдёте такой ролик, он маленький, называется «Интервью с дьяволом» в интернете. «Интервью с дьяволом». И дьявол отвечает на эти вопросы. Он не любит, когда... Если веришь в Бога, веришь в дьявола, да? Обязательно. Есть свет, есть тьма. Есть Бог и есть сатана. Есть благословение, есть проклятие. Есть вода, есть огонь. Есть тьма, есть свет. Всё на двоих. Где-нибудь в Инстаграме, ВКонтакте? Да, есть везде. Лучше всего... У меня везде есть и Твиттер, и Фейсбук, и живой журнал. Но я работаю только на четырёх ресурсах. Это самое главное у меня канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У меня 17800 роликов. Второе. Сайт так же называется. Там нигде в интернете этого нет. Там все мои книги, 41 том, которые у меня книги написаны. Это ваши лично? Лично мои. Которые в библиотеке у Путина видели. А вы из какого города? Город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович, 81-й год. Вы очень приятный человек. Мне вы очень понравились. Вы, если хотите дальше встретиться, два слова запишите. Игнатий Лапкин. Вы сейчас быстро уйдёте, выключитесь. И вы найдёте меня... Игнатий Лапкин. Напишите, чтобы я просчитал здесь. Правильно или нет? И в Скайпе вы меня найдёте. Я один с этой фамилией. А в Скайпе? В Скайпе, Скайп. В Скайпе. В Контакте или Инстаграм есть? В ВКонтакте я не выхожу. Игнатий Лапкин. Правильно написали. Я не выхожу. Там администраторы работают. У меня сайт, форум, имейл.ру и Ютуб. Вот в Мейл.ру у меня 24 тысячи... Ютуб, дайте Ютуб, пожалуйста, канал. Называй канал «Во свете Библии». Канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Напишите. Четыре слова. Канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Высказали четыре слова. Так, нашли? Высказали четыре слова. Я написал четыре слова. Сколько подписчиков? Так, сейчас. Я ещё пока не в Ютубе. Я ещё просто вам писал. Так, сейчас. Давайте. Вы очень приятный человек. Я бы с вами общался целыми днями, если честно. У нас то, что есть сокровища, в интернете нигде нету. Нету этого. Вы продвигаете абсолютно прекрасную... Я говорю о Христе. Ничего я не продвигаю. Я знакомлю. А если не принято человек, я уже за него не отвечаю. Игнатий Лапкин, вы зайдите, посмотрите. Так, сейчас. Так. Четыре. Канал «Восвете Библии». Да, «Восвете Библии». Захожу в Ютуб. А сколько вы зарабатываете на этом? Нисколько. Ни рубля нигде не получаю. Нигде. Сейчас посмотрим. Я не беру, просто принципиально. Я начальник детского лагеря, сам образовал лагерь. И 48 лет, и нигде ни рубля. Тысячи детей подняли. Мы с нуля строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материть, воровать. Единственная деревня на весь Советский Союз. Получили землю обрабатываем, сами дороги строим, храм, школу. Все сами делаем. Так, три года стоялся на тысячи. Сейчас мы включаем. Нашли? Все, 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 подождите. Что-то повернулось боком у вас. Вот смотри, так у вас сразу же реклама идет. Мне не кажется, я ни копейки не получаю, я знаю. Вас как звать-то? Что-то застряло. Дядя. Как звать-то вас? Меня зовут Вадим. Вадим? Я зашел на ваш канал в Ютубе. Так. И тут же сразу первым делом высвечивается реклама. Ну, это реклама, да, есть. Но мы ничего не получаем в связи с этого. Вы зарабатываете на интернете. Вы наебываете людей за счет Бога. Посещаемость 44 миллиона. Просмотров. Стоп, ну, вы говорите, что вы не зарабатываете. Не зарабатываете. Я вам сказал, повторять не надо. Я нигде не получаю ни рубля, кроме пенсии. Вас научили так говорить? Да. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки моя пенсия. Понятно. За вами стоят люди, значит. Вот если вам потребуется, душой, чтобы больше узнать, вы на меня выйдете по скайпу. Вас покарают все, что есть, все, что есть плохое. Теперь, если вы зайдете по... Все будет именно с вами, потому что вы зарабатываете на имени Бога. Опять ему говорят, нет, он опять вот зациклится. Вы пытаетесь заработать на имени Бога. Вас покарают все. Вам сейчас, понимаете... Все самые темные силы покарают вас. Понятно, что ничего нет. Сатана уже вылезет, и вы ему верите, а Богу не верите. Как же так? Сейчас ругаться будете, давайте расставаться. Сейчас.